Всем огромнейший привет и прекрасного настроения! Сегодня, а точнее вчера, 30 апреля, у моего любимого Алёши был день рождения. Но тортик я ему приготовлю только сегодня. Сапожник без сэпок. Вот, да, и кстати, недавно поступил комментарий от девушки, она попросила приготовить торт для мужчины. Это, кстати, очень актуальная тема, вот, так что мы будем сегодня готовить такой мужской торт. Делать мы будем, естественно, его шоколадным и алкогольным. Вот, значит, я уже приготовила бисквит, он у меня готов, и поделила я его на три равные части. Все ссылки, как приготовить бисквит, у нас на канале есть видео, я оставлю в описании вам. Вот, а крем у нас будет крем-чиз. Вы можете использовать любой крем, который вам только нравится. Ну, желательно, конечно, чтобы он был на основе масла, чтобы был плотный и держал форму торта. Поехали! Сейчас мы будем готовить сахарный сироп для пропитки наших коржей. И сахарный сироп у нас будет сюрпризиком. Добавлять вы в него будете в конце, когда мы его сварим, любой алкогольный напиток, который любит ваш мужичина. Я буду добавлять немножко виски. Итак, сначала водичку в ковшике мы засыпаем сахарный песок и отправляем на плиту. Нам надо всего лишь, чтобы сахар растворился и сироп закипел. Все. Итак, сироп у меня закипел и я добавляю сюда виски. И повторюсь, что вы можете добавить любой напиток, даже водку, если ваш мужчина ее любит. И перемешиваем. Я отставляю это остывать. И пока сироп будет остывать, мы будем готовить крем. Взбиваем сливочное масло комнатной температуры. Оно должно быть прям мягкое-мягкое. Вот посмотрите. Я уже вам рассказывала, что если в каком-то месте в глубине будет кусочек не растопленной, не теплой, не комнатной температуры, то масло у вас сразу отсечется и даст воду, комками пойдет. Лучше, если вы знаете, что вам предстоит на следующий день кулинарить, то лучше на ночь оставьте это масло на кухне прямо на столе. Так, немножко взбили, пробили. И сюда же отправляю сливочный сыр. Сливочный сыр также, он должен быть одной температуры вместе с маслом. И тут, кстати, у меня еще ванильку я уже насыпала. Так, и добавляем сюда какао. О, много! Но я просто хочу, чтобы у меня был прям черный-черный крем. Мне нравится. Так что я в рецепте вам так и напишу. Сахарную пудру и какао добавляйте по вкусу. В зависимости от того, насколько интенсивный цвет вы хотите получить. И сейчас мы вводим сюда сахарную пудру. Пудру вводите также по вашему вкусу, как вам больше нравится. Но учтите и не забывайте то, что у нас еще будет пропитка сахарного сиропа. Чтобы слишком приторно не получилось. Вот, посмотрите, какой классный, эластичный, эластичный можно так сказать? Крем у нас получился. Со стенок вот так вот лопаточкой снимайте. Вот. И хорошо еще вот так перемешайте. И начинаем сборку торта. Я беру сначала пропитку. Чуть-чуть вот так вот промазали мы. И отправляем в холодильник, как минимум на 30 минут, чтобы крем немножко схватился. Потому что невозможно его дальше обмазывать, декорировать. Видите, он какой. Крем чуть-чуть должен схватиться. Прошло 30 минут. Торт немножко схватился, охладился. И сейчас мы будем его декорировать. Я выровняла торт и опять убираю в холодильник на 15 минут. Сейчас я начинаю декорировать торт. И для этого я использую вот такую шоколадную крошку. Она так и называется. Декор шоколадная крошка. Если захотите ее купить, продается в магазинах для кондитеров. Я размазывала расплавленный шоколад на пергамент. И он у меня вот таким пластом застыл. Теперь я что делаю? Мне нужно украшение. Я хаотично просто его вот так вот ломаю. И чем даже острее будут пики, тем прикольнее это будет на торте смотреться. И посмотрите, какой классный торт у нас получился. Мне кажется, отличный вообще для подарка мужчине. И сейчас мы разрежем торт и посмотрим, что там внутри. Вот такой-то обалденный тортик у нас получился. Чпоник. Коржи получились очень влажные, потому что они пропитаны очень алкогольные. И шоколадный нежный невероятный крем. Все привет большущий. Сегодня мне подарили вот такой вот превосходный тортец. Вот. Я еще не знаю, не пробовал. Вот. Поэтому хотел поделиться с вами... Первыми впечатлениями. Да, своими впечатлениями. Алкоголь чувствуется? Да, чувствуется. Виски шотландский односолодовый. Ну, в меру нормально, да. Очень вкусно. Крем слегка такой сливочный. Сладко-соленый. Очень вкусно. Спасибо, дорогая. Ты самая лучшая на свете. Все. Всем пока. Всем пока. Всех с праздниками. Увидимся. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok